В местах реконструкции третьей тепломагистрали уже восстановили асфальтовое покрытие от улицы Революции 104-Б до Гагарина 64. От Пушкина 24 до Пушкина 18. Частично благоустроили дорогу в районе остановки БРК Полевченко 48. Специалисты УАН-УД стройзаказчика, Комитета по строительству и администрации железнодорожного района ежедневно контролируют работы на всех участках теплотрассы. Уже были ранее небольшие отчеты, которые подрядчики поставляют в оперативном режиме. В целом у нас таких ярких замечаний нет. Небольшие отставания, конечно, есть, но, как уже ранее коллеги озвучили, планируем к 30 октября закончить все работы по восстановлению. Проект по реконструкции тепломагистрали номер 3 разделен на два этапа. Первый включал в себя ремонт изношенной теплотрассы в железнодорожном районе с увеличением диаметра трубопровода. Работы проводились по улицам Пушкина и Трактовой возле ТЭЦ-1 подрядной организации ПСК «Развитие» под контролем УАН-УД стройзаказчика. На сегодняшний день объект тепломагистрали на участке от улицы Трактовая, где ТЭЦ-1 непосредственно находится, и до улицы Сенчихина, до камеры ТК-24, выполнены в полном объеме. Тепло подано, горячая вода тоже подана. Помимо этого, проводятся работы в районе улицы Добролюбова на пересечении с Пушкиной, где была вскрыта дорога для прокладки теплотрассы. Дорога уже вся засыпана. Подготовка идет под укладку асфальтового покрытия. И окончательно, значит, там еще есть участок ливневой канализации, который предстоит восстановить. В принципе, идем все в графике. До 30 октября планируем закончить все работы по благоустройству. Второй этап – строительство нового участка теплотрассы в Советском районе. Он позволит закрыть четыре старые неэффективные мазутные и угольные котельные в стеклозаводе. Также появится возможность подключить жителей микрорайона к централизованному типоснабжению от ТЭЦ-1. Что касается благоустройства, к работам приступили. На сегодняшний день подготовлено щебеночное основание. По дорогам – это улица Гагарина, улица Коллективная и улица Левченко. Значит, на прошлой неделе приступили к укладке первого слоя асфальта. Это улица Гагарина и улица Коллективная. На сегодняшний день в планах начать на этой неделе работы по укладке асфальта – это улица Революция и улица Левченко. Но и в целом то, что связано с асфальтом, работы планируем закончить до конца октября. Напомню, что в реконструкцию третьей тепломагистрали входят замены физически изношенных конструкций типовых сетей, запорной арматуры и оборудование повысительно-насосной станции, где износ трубопровода составляет более чем 70%. Теплотрасса построена более 40 лет назад, в 1980 году. С тех пор капитальный ремонт на ней не проводился. Масштабные работы по обновлению стартовали в прошлом году. Андрей Слепнев, Баток Гармын. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok